У Гомельской области протягивается акция «Один и день безопасности». Научение правильным деянием при пожарах и авариях, а так само оказанию первой медицинской допомоги, проходят школьники, студенты, супрацовники буйных предприемств и наведывальники гандлевых центров. Сегодня в учене переагирование на надзвучайные ситуации провели на Добружском фарфоровом заводе. С подробностями Ганна Корольчук. Ганна Корольчук. Гонятбайность на тренировцы может привести до трагедии подчас соправдной надзвучайной ситуации. У вынику пожар локализованы, а потерпелам оказана допомога. Мы отработали данное учение со всеми службами экстренного реагирования. В общем-то, все прибыли, все сработали, четко, слаженно. На объекте работники тоже, в общем-то, все свои действия правильно отработали. Все уложились в нормативные сроки. Мы будем данную работу продолжать, чтобы оттачивать свое мастерство, навыки наших работников. Другой из моделеванной надзвучайной ситуации стала махчимая погроза террористичного обстрела. Подчас отпрацовки специальное звено по сигналі провело уготовность сховища для супрацовников завода. Их, до речи, 1100 человек. Из-за безопасности такого великого коллектива отказывают не только экстренные службы, але и непосредна керавництва предприємства. На предприятии безопасность очень важна. Ежегодно проводятся учения по пожарной безопасности. Соответственно, проводится проверка, скажем так, всех систем безопасности по ликвидации пожаров. В общем, все делаем для того, чтобы никогда не случалось у нас на предприятии чрезвычайных ситуаций соответственно пожаров. Обов'язковый пункт – эвакуация по тревозе. Завершилась отпрацовка квест-гульнёй с тематичными пляцовками першого ротовальнику вёсцы. Не глядячи на то, что некоторые люди скептично ставятся до такого рода профилактики, большість разумеет, что у выпадку небезпеки може стратить самого лоданя и разгубиться. А додатковая тренировка допоможет довести дзейне до автоматизму. Если возникает какой-то случай и не знаешь, как себя реагировать, приходит какое-то состояние аффекта, ступор. И если ты этого не делал, то не знаешь, с чего начать. А так мы репетируем периодически, пробуем пользоваться огнетушителями, как помочь человеку, как оказать ему первую помощь. На собственном опыте у меня тоже был пожар, и я помню эти ощущения. Это действительно состояние аффекта. Ты не понимаешь, что делать, куда бежать. И не забываешь даже номер телефона, кому позвонить. Мероприемства, примеркованные до 1-го Дню Безпеки, протягнутся по всей краине до 1-го соковика. Далее акцию плануют проводить два раза в год. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомельс», Добруша.